приветствую зрителей моего канала у белого дома и хочу порекомендовать установить расширение aliexpress ассистент выглядит на следующем образом и соответствующий плагин от сайта aliprice.com который позволит вам при заходе на страничку с приглянувшимся вам товаром на aliexpress.com одновременно отслеживать что очень удобно покупателям динамику изменения цены на данный товар вот этому значку рейтинг продавца в процентном соотношении по 6 пунктам ознакомиться на с имеющимся на сайте aliprice.com обзорами данного товара блогерами и найти подобный товар с более выгодной ценой или у более надежного продавца ссылка в описании и так я решил приобрести себе для обзора вот такой мужской светерок на весну и при переходе на сайт с этим продавцом запускается вот такой вот плагинчик то есть дополнительное приложение независимое где видно что цена на сегодня 18 ноября 2016 года составляет 13 долларов 80 центов однако это не самая низкая цена была цена пониже 12 долларов 30 центов рейтинг продавца составляет 97 целых четыре десятых процента по 6 пунктов принципе рейтинг офигенный я могу почитать отзыв об этом товаре перейдя на соответствующую страничку сайта aliexpress.com данный сайт aliexpress.com и его расширение позволяют найти подобный товар по его ссылке или по изображению найти это изображение в aliexpress.com есть несколько товаров подобных раз-два но здесь два таких светерочка которые я могу отсортировать как по цене так по рейтингу продавца по числу заказов но чтобы выбрать наиболее приемлемый для меня остановлю все таки свой выбор на магазине с таким вот названием таким образом выбор сделан красный размер 2xl на мой рост метр семьдесят восемь и восемьдесят три килограмма веса покупаю и сегодня на канале обзорчик в этом ролике представлю блок дистанционного радиоуправления различными электронным устройствами питающими от сетевого напряжения 220 вольт имеющими значение нагрузки но как представлено на сайте продавца вот такое устройство на на две линии каждая линия выдерживает нагрузку до 3 киловатт есть на сайте продавца устройство на три линии там в каждая линия до одного киловатта и есть устройство еще на одну линию заявленная дальность действие радиопульта 30 метров какие-то характеристики представлены и схема подключения представлена на корпусе самого блока контроллера модель модель вот производитель как-то и читается не знаю ям ям и модель ям 802 многофункциональный цифровой пульт управления кстати здесь написано что дистанция пульта управления 20 метров основное применение этого модуля в качестве дистанционного включать или выключать или освещение но можно использовать для подачи сетевого напряжения 220 вольт и иным потребителям электроэнергии например включение вентиляции или прочее в пределах заявленной мощности потребления но это удобно в случае когда нет возможности проложить дополнительные провода питания установить выключатель когда уже выполнен косметический ремонт помещения это устройство решает подобные проблемы но с относительно минимальными затратами в случае загородного проживания можно установить приемник для управления освещением но в темном месте двора чтобы направлять туда ночью заблаговременно включать свет с помощью радиопульта приобреталась она для дистанционного управления люстрой чтобы была возможность отключить освещение не вставая с постели. Цена на Aliexpress.com а приобретено было оно именно там составляет 2 доллара 75 центов. В настоящее время цена упала до 2 доллара 47 центов. Это именно контроллер на две линии. Данный комплект прибыл в Беларуси с Китая в течение месяца. Оригинальная упаковка отсутствует. Был только вот такой пакетик. Все уложено было в него. Батарейка и пульт не комплектуются, поэтому потребуется приобрести питание. Вот такая вот батареечка, типа 23А и она у нас на 12 вольт. Как я уже сказал на корпусе устройства изображена схема подключения. Здесь выводится всего 5 проводов, 2 линии, питание, сетевое питание напряжение 220 вольт, 2 провода и один общий провод, черный также на 2 линии. В этой части корпуса имеется один белый проводок выполняющий роль радиоантенны. Корпус контроллера выполнен также из белого матового пластика и имеется два уха для где-то его фиксации на стене или в люстре. Кстати, его размеры 6,5х4,5х2,5х2,5х2,5х2,5х2,5х2, поэтому учитывайте эти размеры, если вы хотите разместить именно в площадке люстры. Дно контроллера, корпус контроллера, на защёлках крепится, здесь установлена плата небольшая. В качестве коммутации используются два реле. Ну а здесь размещен радиомодуль. Микросхема контроллера, вот такое устройство. Пульт выполнен из глянцевого сверху пластика. Здесь матовый пластик и имеет для управления четыре кнопки. Включение линии А, включение линии Б, включение-выключение общее двух линий сразу и кнопочка СЛИП для выключения освещения через 10 минут после её нажатия. Здесь вот с нижней части отсек для батареек, для батарейки. Так, в верхней части имеется светодиод, дублирующий, ну сигнализирующий нажатие на кнопку. Итак, собрал я схемку, подключаю сеть и проверяем работоспособность. Так, линия А включается и выключается кнопочкой А, линия Б кнопочкой Б, общее включение-выключение кнопочкой ОН-ОФ и кнопочка СЛИП. Допустим, вы нажимаете на неё, так, у вас освещение включено, вы нажимаете на кнопочку СЛИП и через 10 секунд после моргания лампочки потухнут. То есть за это время вы можете покинуть это помещение освещаемое. Всё, свет выключился. При отсутствии пульта все эти манипуляции можно сделать просто с выключателем освещения. Ну, в данном случае я буду выдергивать розетку. Одна лампочка горит, вторая лампочка горит, обе лампочки горят. И по кругу. Вот таким вот образом. И в конце небольшая ремарка. Я уже имел опыт пользования такими устройствами, такими контроллерами. И скажу вам, что один из найденных недостатков при пропадании электричества ваше отсутствие в помещении и затем его повторной подачи данный контроллер может случайным образом самостоятельно включить освещение. Поэтому при покидании помещения на длительное время рекомендую отключать питание всё-таки настенным выключателем, а не с пульта. Ссылочка на данное устройство будет в описании к этому видео. Там же будет ссылочка на вот этот магазин. Подписывайтесь на канал, вступайте в группы и сообщества в социальные сети. Здесь вы найдете какую-то дополнительную информацию, которая не вошла в данный видеоролик. А я с вами прощаюсь. Всем удачи! Увидимся! Пока-пока!